Как правильно пить воду, как выкинуть вещи в костер, как использовать туалетную бумагу, как правильно проснуться... Ну, тут даже, честно говоря, я не знаю, как мы все эти года без данного совета справлялись. Как-то по-другому можно утром открыть глаза и начать дышать? В общем, это и многое другое в сегодняшнем выпуске я вам не рассказывал. Бы. Если бы первый канал давал более нужные и адекватные советы, заимев, наконец, в своем штате талантливого сценариста, который хотя бы умеет просто считать на десяти... Два плюс два плюс два, шесть. Но пока его нет, нас снова ждет позор, бред, выход моих роликов на ютубе, пока есть возможность их сюда загружать, ибо аналогов точка нет. И обзор всех этих прелестей прямо здесь и сейчас, который вам нужно увидеть для того, чтобы как минимум удобнее жить своими глазами. И давайте сразу так, проснулись, потянулись. И сразу на горшок. Вы не успели купить школьнику новую подставку для ручек и карандашей. Покажу, как смастерить ее самостоятельно. Вы спросите, а при чем тут утренний талкан и подставка для карандашей? А где вы, извините, собираетесь втулку от туалетной бумаги ради изделия под карандаши для своего ребенка брать? В троллейбусе! Мужчина, дела свои доделаете, втулочку потом не выбрасывайте, пожалуйста. На плотной тонкой картонке рисую кружок. Заячьи лапки и уши. Сказала ведущая и нарисовала... Ну... Заячьи лапки, да? Вне всяких сомнений. На жопу это, конечно, тоже похоже, но на нее, как вы заметили, похож весь совет в целом. Поскольку я как бы не против хендмейда, но вопрос о гигиеничности использования втулки от туалетной бумаги на столе школьника даже в виде милого органайзера, Ну, финальным тащем кошмара на его осталось только эту втулку подобрать из общественного туалета. И вы точно восхитительны. У вас что, нет стаканчиков, баночек или на худой конец маркетплейсов с магазинами? Или все товары резко перестают продаваться точь в точь 1 сентября и в последующий учебный год данную приспособу теперь нигде никогда не купить? Галя, у нас отмена! В сентябре всю продажу концтоваров отменяем! К середине кружка приклеиваю магнитик или шайбу. Которая у нас, конечно же, есть, чего не скажешь про органайзер. Галя, магнитические шайбы отменяем тоже! Они выход нашли! Херню из толчевки делают! Утяжелитель придаст подставке устойчивость. А вашему ребенку придаст четкое понимание того, что, скорее всего, он приемный. Поскольку даже 20 лет назад в детских садах по всей стране, особенно в которых росли беспризорные и брошенные дети, подставки для карандашей и органайзера изготавливали из стаканчиков и баночек, обтянутых пряжей в виде мягких игрушек, типа вот этой собачки, которой мне досталось тех времен с работы родителей. Чтобы детишки развивались, радовались и меньше стрессовали. Но в 2024 году советовать органайзеры с туалетной втулки, даже не обклеив его цветной бумагой, а просто изрисовав обычным нецветным карандашом. А вообще пусть скажет спасибо, что стаканчик сделан хотя бы из втулки, которые в воде не растворяются. Иначе первый случайный чих или пролитый стакан чая вместе со слезами счастья от такой родительской заботы, и он испарился. В один стаканчик вся канцелярия не помещается? Сделаем подставку большего размера. Если вы думаете, что уж сейчас-то они возьмут какую-нибудь баночку получше, поадекватнее или просто втулку от бумажных полотенец побольше... А-а. Возьмем вместо одной втулки несколько. И вы будете смеяться? Хотя вы, наверное, уже посмеялись. Но вот сейчас то время обклеить втулки цветной бумагой и пришло, дабы до конца не травмировать свое чадо. На кривой овал приклеили, котика кое-как сделали, утяжелители не прилепили, название котику в сюжете с названием «Зайчик для канцелярии» дали, но вот кому достанется это добро и кто победитель по жизни? Авторы этих комментариев. Пиши мне, ука, если выиграл, и извините уж, приз без подставки. Все мои втулки растаяли от пота, пока я волнительными и потными ладошками собирал вам выигрыш. А вот сделать сумку из веревки может каждый. Уж она-то не растает точно. Вы просили показать подробнее из прошлого сюжета? Показываю. Правда эффектная сумка? Конечно. Я сшила ее сама из шнура для рукоделия. Заметно. Как и собственный пиджак, наверное, который был снят с фигуры Стаса Борецкого при открывании очередной банки пенны вода. Че, волчара? Но сейчас не об этом. Как такую сделать красоту? Это несложно. Понадобится жесткий хлопчатобумажный шнур с диаметром 5 миллиметров и длиной не менее 60 метров. Прошиваем веревку в кольцо, пропускаем веревку в кольцо, прошиваем веревку в кольцо, прошиваем веревку в кольцо, пропускаем веревку в кольцо, прошиваем снова веревку в кольцо, прошиваем 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 веревку в к Настежек, ни молнии, ни ручек, ни петель, и вообще она еще и сквозная и колючая, но гардероб аж украсит уж точно. Уложившись в какой-нибудь угол и пролежав там лет 20, пока вы ее не выкинете, из-за закончившейся жалости, что когда-то в 2024-м делали ее своими руками. Или просто захотите подкинуть топливо в горящий лес. Бросаем все, палатку, вещи. Вы спросите, зачем? Ну так... Вы пошли в поход и попали в полосу лесного пожара. Мы только что узнали об этом из интернета и уже видим дым. Узнали о чем? О том, что мы пошли в поход и попали в полосу лесного пожара? Вы пошли в поход и попали в полосу лесного пожара. Мы только что узнали об этом из интернета и уже видим дым. Ого, про наш поход уже в интернете пишут. Так, стоп, мы же не в походе. Может, вы пошли в поход и попали в полосу лесного пожара и хотите нам рассказать, как делать в этой ситуации, чтобы спастись? Вы пошли в поход и попали в полосу лесного пожара. Ай, в жопу. Куда, суть по всему, и засуднул сценарий данного сюжета сценарист. Короче, если кто-то из нас попал в подобную ситуацию, что имел в виду первый канал, делать нужно вот что. Даже если кажется, что огонь еще далеко, бросаем все. Палатку, вещи. Нужно действовать немедленно. Хватаем только пустые бутылки из-под воды. И бежим. Сказала ведущая и побежала, оставив реально все, с чем они пришли. Вы спросите, а что мешало забрать с собой вещи, среди которых, возможно, документы, деньги, карты, смартфоны, или еще какие-нибудь девайсы и вещи, которые были не так тяжелы при ретировании, особенно в виде двух небольших портфелей и сумки из веревок, разумеется. Да хрен его знает. Просто бери бутылки и беги. Бежим от пожара. А-а-а, а я-то думал по направлению пожара. Прямо в пламя. Ну спасибо, ну подсказали. Не зря советы от первого смотрю. Но на самом деле, кроме шуток, кто-то, возможно, реально может подумать, что раз мы боимся огня, мы просто его перешагнем через травку, а он пойдет дальше и все. Зачем бежать? Но не забывайте, что маленькое количество кислорода, огромное количество дыма и гари, что остается последствием огня на огромной территории догорающего леса, или просто травы, уже является главной причиной невозможного нахождения с той стороны, не говоря о пламени, которое к тому времени может только как следует разгореться. Но первый канал насчет этого говорит лишь это. Прорываться через огонь нельзя ни в коем случае. Сегодня я покажу вам, как я умею очень-очень большой сделать рыжок. Понятно. Очень информативно. Особенно для молодых телезрителей, которые некоторые запреты воспринимают как, блин, челлендж. Как и с выживанием на воде на бутылках засунутых в джинсы. Да, способ хочется верить действенной. И если вы плавать не умеете в водоеме какое-то время, вы продержитесь, особенно если ваш друг плавать умеет, и до соседнего берега вы-то уж как-нибудь уж прям доберетесь. Но как быть, если в огне и тот берег? Давайте поменяем вопрос, по-моему, вы уже знаете ответ на него. Да нет уж. А вы вопрос задайте. Назад в воду нет. В этом случае на воде придется просто лежать. Да заберите себе тачку. Три-два. Правда, что делать с постоянно поступающим дымом, который и является основной опасностью при пожарах, поскольку водой, выжимая которую из джинс, можно успеть размочить и промочить весь берег и обезопасить себя от пламени, не находясь в воде, а также дышать через намоченную ткань. Ну, дым в сделку не входил, так что извиняйте. И нет, я рад, что на первом рассказывают про хоть какую-то технику безопасности и варианты спасения в критических ситуациях. Ну, типа, бросьте вещи и бегите из огня. В дождь откройте зонт, в холод наденьте шапку, а если вы захотите попить водички, то... Ах, да. У Первого канала же есть совет, как правильно пить воду. Обычная норма потребления воды 30 миллилитров на килограмм веса. Жару увеличиваем ее в полтора раза. Ага. А если пить принципиально не увеличивая, мучаясь от жажды? Если есть склонность к отекам или заболеваниям сердца, нужно посоветоваться с врачом. То есть, другими словами, если я буду мучиться от жажды в жару или просто буду мучиться от жажды, что говорит о потребности организма в воде, и если я ее захочу больше, чем норма, то перед тем, как попить, мне нужно обратиться к врачу? Мы, конечно, опустим момент абсурдности данного высказывания и не будем произносить, что это очередной трэш, только ради одного. В названии Первый канал обещает научить, как правильно пить воду. А поскольку склонность к отекам и заболеваниям сердца у каждого на лбу не написана, мы не знаем конкретно, сколько кому нужно употреблять воды, и на этот вопрос ответит только врач. А не сюжет. Как правильно пить воду? О, не может быть! Нам что, сейчас расскажут? Как правильно пить воду? Что ж, вода была быстрой и аморфной, но я был аморфнее, и к 34 годам так и не научился ее пить. Так научи же меня, мастер! Не залпом, а маленькими глотками, но регулярно. Это невероятно! Так вот, для чего продаются данного рода головные уборы. А я-то все думал, чего они туда заливают? А это они воду правильно пьют, а то мало ли чё! Хотя, кстати, да, а чё произойдет, если ее пить, типа будто бы неправильно? Еще одна хитрость. Выжимаем воду, сок лимона. Понятно. Ни ответа, ни привета. Также по сюжету в воду с лимонным соком добавляем соль, базилик, мяту, огурцы, имбирь, мед. Получился освежающий витаминный лимонад. Это полезная замена сладкой газировки. Правда, как это относится к правильному питью воды, я напомню. Так же, как и соль к лимонаду, мед в который добавляется по вкусу. Ну так, знаете, шоб просто был. Далее нам рассказывают, что если в жару пить чай, то лучше охлажденным. Удивительно, что не кипяток. Дают очередные советы по завариванию. И в целом, как всегда, снова и опять. От совета только название и несколько намеков на твою умственную отсталость в этом нелегком и тяжелом мире, в котором ты лишь стояночный тормоз и високосный день на календаре. Ну а чтобы было совсем-всем хорошо, первый канал подумал и решил. Научим людей правильно просыпаться. Ты, блин, перестанешь это делать или нет? Вы проснулись? Да. Не торопитесь вставать. Поднимите ноги и руки вверх. Интенсивно трясем ими в течение двух минут. Упражнение улучшает обмен веществ. И отгоняет еще, наверное, абсолютно всех злых духов, потому что такой херни, происходящий одновременно в одной комнате, они еще точно не видели. И стимулирует отток лимфы. Дед! А у меня лимфа отошла! Ну отошла и отошла. Может в туалет хотела? Ой, жаль, наверное, еще не сказал, когда вернется. Но будем надеяться, что это не то самое вещество, которое необходимо для отказа от создания собственного органайзера из туалетной бумаги. Хотя кто знает, куда заведут эти, блин, новые процедуры. Для усиления эффекта принимаем контрастный душ. Ну? Дед, не вздумай! Я теперь выгнуться обратно не могу! А ты место в мое занятие решил! Выгонит тебя, дурака! Наконец-то хоть помоешь! Начинаем с теплой воды. Рис! Дело благородное! А за помыться я и выгнуться готов! Ну, минут через пять! Теперь на очереди тонизирующий массаж. Ставим перед собой две чашки. Одну с холодной водой, а другую с горячей. Ну, пожалуй, хоть чайку пойду попью, пока не выгнали. Третью наливаем растительное масло. Ладно, я поняла. Всем спасибо, всем пока! А мы опускаем ложку в горячую воду, нагреваем, смачиваем в масле и начинаем разминать проблемные зоны, которые настолько проблемны, что требуют мгновенного вмешательства ложки, иначе справиться с целлюлитом и тонизировать кожу, иначе попросту никак уже не выйдет. Только ложка! Протираем ложку салфеткой, охлаждаем в другой чашке и снова массируем ту же самую зону. Правда, почему не массажировались остальные участки ног, рук и тела, чтобы получить сверхлучший эффект и стать сверхчеловеком, который все это успевает сделать аккурат перед рабочей сменой? Тайно покрытый мраком. Как и вопрос, куда исчезли мои придурочные сожители? Ну да ладно. Видимо, без лимфы бегать куда легче. Вот они все и убежали. Меньше народу, больше кислороду. Лишь бы озеро переплывать внезапно не пришлось. А пока вы вдохновившись шьете сумку себе из веревок и разматываете туалетную бумажку со втулки для органайзера, обязательно ставь лайк этому видостям, если он тебе понравился. Подписывайся по ссылке в описании обязательно на телегу, чтобы не потеряться. Ну и на канал, конечно, на мой, на ютубе тоже подписывайся. А с вами, как всегда, был Джеймс Слоун. Увидимся! Алло! Я занят! Продолжение следует... Продолжение следует...